Доброе время суток! Хочу показать мою воскотопку. Моя воскотопка состоит из старого кулера, или как его назвать, там где напитки хранят. Туда кладут лед, но хранят напитки. Я уже даже не знаю, как это по-русски будет. Он старый, потому что вот здесь вот у нас, видите, так лопнуло, и туда заливается вода, и не очень хорошо держит температуру. Дальше я взяла просто поднос, который у меня оказался. Я вообще хотела купить в магазине алюминиевый поднос, но у меня оказался вот такой обычный противень. Я с одной стороны сделала дырочки, просто отверткой и молотком дырки. Посмотрите, вот видите, туда уже выливается воск. Дальше. В моем этом кулере есть такая, как ступенька. Я даже не знаю, для чего. Наверное, чтобы крышка там держалась, когда одеваешь крышку или как-то. Ну, суть в том, что вот мой поднос очень даже хорошо подошел туда. Всю эту систему я положила просто на деревяшку. Это такой женский вариант восковой топки, солнечной воскотопки. Деревяшка, просто ветка с дерева упала, я положила, чтобы у меня было все это под наклоном. Вот это стекло, кусок стекла. Это кто-то менял окна и выставил кусок стекла. То есть это тоже мне досталось бесплатно. Я его просто пришла и забрала. Можно позвонить, кстати, в любую компанию, которая меняет окна и попросить у них старый, допустим, кусок старого стекла. Но мне очень повезло, потому что это не просто стекло. Оно здесь уже не обрежешься. Я не стала обрезать его, подравнивать, не подравнивать к этой квастотокотопке, подгонять под размер. Вот оно лежит и лежит себе. Ничего делать не надо. Так, внизу, куда меня капает этот весь воск. Весь воск у меня капает такой пластиковый контейнер. Я туда налила воду, чтобы легче было это все дело снимать. Но вы знаете, что вот кулер вот этот вот, он тоже пластиковый. И из него от пластика, в принципе, вот это тут у меня мимо наболилось, накапало, в принципе, тоже довольно-таки хорошо отстает. Воск получается очень чистый. Вот сейчас я покажу поближе. Смотрите, очень чистый. Это просто капельки его можно помыть. Это не вкрапление. Вот он очень чистый. Здесь у меня есть видео, где у меня восковая моль прям все рамки такой пленкой ободрала. Все прям ужас. Грязь такая была просто невозможная. Я эти рамки просто положила вот сюда. Вырезала все и положила вот сюда. Здесь все это тает. Сюда стекает. У меня даже нет никакого фильтра, ничего. Оно там вот стекает уже очень даже чистенько. Видите? Очень чистенько и хорошо. Потом я весь этот контейнер вытащу. Может быть, второй раз пропущу через воскотопку. Может быть, нет. Ну и налита у меня вода там еще. Налита вода просто так, что если туда просто в сам кулер попадет, то у меня будет легче вытащить. Так, что я делаю теперь вот с этими остатками? Называть она Мирва. Конечно, если бы я жила в России, ее можно было бы продать там. Или в Китае ее тоже можно продать. Ну, я купила вот такие вот пакетики у нас. Это пакетики для стирки белья. Туда всякие кладутся вещи, которые могут вытянуться. Там, не знаю, женские колготки. Что-то может вытянуться. Ну, это такой женский вариант, что может вытянуться. У мужчин, наверное, нет такой одежды, которая может вытянуться при стирке. Но существуют вот такие вот мешочки. Они на молнии. Вот туда я складываю все вот эти вот остатки. Потом у меня есть несколько таких мешочков. Я их потом просто повешу на дерево там, где у меня висят ловушки для пчел. Господи, уже забыла, как сказать. Там, где у меня висят ловушки для пчел. То есть мне не нужно будет рамки ставить со старой вощиной. Потому что у нас очень сильно развита восковая моль. И если я поставлю в ловушке старую вощину, сушь, то туда забирается восковая моль, и пчелы туда не пойдут. А это я просто повешу рядом, прям совсем над моей ловушкой. Или чуть пониже ловушки, чтобы запах был. И вот у меня таких пакетиков несколько штук. Я их повешу. Пока я сейчас из этой восковой воскотопки все складываю туда. Получается довольно-таки чисто. Вот, кстати, если посмотреть, у меня сначала была такая большая гора здесь. И постепенно вот это ты снимаешь, и здесь просто уже крошка. Она вот совсем-совсем вот просто крошится, сухая. Тут даже воска не осталось. Вот, видите, даже вот еще от восковой моли тут куколки. Все, это просто сухая. Я ее складываю в пакетик, и тогда, конечно, легче будет еще дальше воску топиться и съезжать. Вот такой мой опыт. Я люблю, когда можно сделать что-то очень дешево, но еще лучше бесплатно. То есть практически мне вот это вот все было бесплатно. За исключением вот этого пакетика тряпочного, который стоил мне один доллар. Можно было в общем-то другой придумать. Ну, доллар мне было уже не жалко.